Почему ЖЭКи в столице до сих пор не могут наладить утилизацию даже энергосберегающих лампочек, мы расскажем позже на этой неделе. А сейчас давайте узнаем, как обстоят дела в коммунальной сфере в северной столице. Когда бабушки у подъезда берут в кольцо работника жилконторы, добра не жги. Но почему-то в этом дворе всё иначе. Мы так живём хорошо здесь, чтобы ничего не знаем, а у нас всё ремонтируют. Стёкла новые, окна поставили. Отопление у нас работает, как часы. Чего нам ещё надо? Оказывается, чудеса бывают даже в сфере ЖКХ, если думать о тех, для кого работаешь. Мы стараемся налаживать отношения с жильцами. И в первую очередь стараемся, чтобы от каждого дома была выдвинута кандидатура определённого человека, который бы непосредственно имел с нами контакт. И мы решали все общие проблемы по дому. По что обошёлся ремонт и как потрачены деньги, жильцы домов подведомственных Петербургской ЖКС-2 могут узнать, не выходя из дома. Все сметы и бухгалтерские отчёты выложены на сайте. И не только расходы, но и будущая экономия, которую принесёт, например, установка новой автоматической системы контроля теплоснабжения. За два года мы рассчитаемся, значит, люди ощутимо почувствуют уменьшение оплаты по каждой жилец. То есть мы до конца года будем делать перерасчёты людей. Кошмаром минувшей зимы для питерских коммунальщиков стал снег во дворах и сосульки на крышах. Сейчас снега немного, но будущих метелей в ЖКС-2 не боятся. На этой крыше сосульки не вырастут. Температура на чердаке такая же, как на улице. И снег сверху лежит мягкий и пушистый, без наряди. А всё потому, что из прошлой зимы здесь делали правильные выводы и подготовились так, как нужно. Устроили дополнительные продухи, хорошо заизолировали трубы горячей воды. А самое главное, впервые применили новый теплоизоляционный материал. Специальную эковату, которой засыпан весь пол чердака. Я даже туда не хожу. Я просто звоню по телефону, меня записывают, что-то надо, приходят и делают. Контора управляющей компании с располагающим названием «Доверие» жильцы и звонят, и ходят, но результат совсем иной. Сегодня, например, я вызывала сантехника, у меня капала труба. Мне пришли, объяснили, спросили, если у меня муж, почему он сам это не делает, и если будет столько заявок, то сантехнику не разорваться. А как красиво всё начиналось. Вот живу в этом доме, вот в этом подъезде пути наводили. Но сразу после того, как в присутствии высокого гостя семьям бывших военных вручили ключи, начались проблемы. Ни плана текущего, ни плана работ на год хотел бы узнать. Ни вот ни на этот год. Мы ничего не знаем. Даже стоимость, вот что меняется, стоимость, например, нету, не вышла. Да и появилось доверие для жителей квартала неожиданно. Собрания не было, выборы сфальсифицированы. Суды по трём из 59 домов компания уже проиграла. К сожалению, на сегодняшний день очень многие компании, я бы даже сказал, компании-однодневки, которые считают, что жилищная сфера – это серьёзные деньги, которые можно взять сразу и потом уйти в никуда с этими деньгами. В отличие от государственной ЖКС-2, доверие – фирма частная. В Петербурге таких две трети из полутора сотен управляющих компаний. Но проводить параллель между качеством работы и формой собственности нельзя. Всё должно быть объяснено, всё должно быть понятно. И когда непонятно, когда есть мутная определенная вода, тогда и возникают все те негативные вещи, о которых мы говорим не только в жилищной сфере. Это первое. Второе – право выбора. То есть собственники должны иметь возможность выбора управляющих компаний. Так что принцип «доверяй, но проверяй» в отношениях жителей с управляющей компанией оказывается самым действенным. Александр Чижинок, Марк Тюниев, Александр Плешкин. Северо-западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.